У нас сегодня есть гости, они сегодня вместе с нами, тоже знакомились мы с ними, они с нами, они тоже хотели бы сегодня поучаствовать, спеть для нас. Поэтому, пожалуйста, как говорят, как мы любили Аврисию, просим любить и уважать, и слушать, потому что это наша общая часть. Поэтому, пожалуйста, приятного вам прослушивания. Пожалуйста. Продолжение следует... Пусть земных его скитаний, кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя, только имя мудреца. Иисуса имя, мне всех милей. Иисуса имя, в душах моей. Моя весна, мое блаженство, моя судьба. Этим именем чудесным к новой жизни я рожден. Перед ним открыл я сердце, я свободен, я прощен. Кровь Спасителя живая смыла все грехи мои. Очищает, исцеляет милость Божией любви. В этом имени чудесном торжество моих побед. В нем источник сил небесных, вечной жизни дивный свет. В нем спасение основа, жизнь отродна и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла. Иисуса имя, мне всех милей. Иисуса имя, душа моей. Иисуса имя, моя весна, мое блаженство, моя судьба. Иисуса имя, моя судьба. Мое блаженство, моя судьба. Слава Богу, спасибо вам большое, спасибо, благодарим. Итак, друзья, мы продолжаем еще несколько минут перед тем, как Александр продолжит дальше тему. Мы раздавали вам тикеты. Пожалуйста, найдите, посмотрите, где они у вас. Билеты ваши. Билеты. Есть? Есть? Есть. Вы знаете, что каждый раз мы... Мы вас как бы... Забыл русское слово. Encourage you. Поощряем вас к тому, чтобы вы проходили. Каждый раз мы поощряем вас к тому, чтобы вы могли познавать больше о семье, о Слове Божьем, о деле Господнем. Поэтому мы хотели бы сейчас... Мы будем говорить номер, вы встаете, получаете ваш, скажем так, небольшой подарок. Мы этим хотим вас поблагодарить за то, что вы пришли. Мы этим хотим вас побудить, чтобы вы приходили еще, приводили других людей. Мы этим хотим вас побудить к тому, чтобы то, что сегодня говорится, чтобы вы были в числе первых, кто будет делать то, о чем мы сегодня слышали Слово Божьего. Этих пять шагов, что нужно делать, как нужно делать. Пожалуйста. Итак, первый номер, пожалуйста, быстренько смотрим, вы сверяете и подходите сюда. Значит, 290718. Есть, пожалуйста. Я думаю, что, наверное, нам нужно... Значит, вам календарь на 2015 год. Да, откройте. Мы закрыли его. Свежий календарь на 2015 год. Пожалуйста, да, спасибо. Проходите на свое место. Хотим, чтобы вы записывали самые важные даты. Не забудь дату... Как он в Александре спрашивал? А, дату, день рождения жены. Пойдем к тёше и так дальше. Хорошо. Следующий, 290707. 290707. Есть? Не может быть. Должен быть. Есть? Нет. Чего ты раз не пойдет? Нет. Мы идем дальше. 290707. Есть? Нет. Мы идем дальше. Следующий. 290724. 290724. 290724. Есть. О, очень хорошо. Вы как раз здесь. Значит, вам книжка «Джим Джордж. Муж сильный в Боге». О, вы как раз очки взяли. О, вот это как раз хорошо для вас. Читайте, назидайтесь, практикуйте в вашей семье. Итак, идем дальше. Хорошо. Будем сильными. Отлично. Ну, вы же боксеры. Вы же это самое сегодня говорили. 290811. 290811. Да, Петя, пожалуйста. Подходи сюда, Петя. Подходи ближе. Братья, мы ждем вас здесь. Или вы дежурите воду горячую. Хорошо. Правильно-правильно делаете. Спасибо. Спасибо, Петя. Вам календарик. Пожалуйста. 1 Иоанна 5.1. Потом прочитаешь там за столом. Это ваши. Спасибо. Следующий номер. 290704. 290704. Есть? Очень хорошо. Федя, проходи сюда, пожалуйста. Я, когда сначала взял эту книжку в руки, прочитал «Прекрасная в Божьих глазах». Ну, кто прекрасная в Божьих глазах? Братья, кто? Жена. Написано «Моя семья». Это на всю твою семью. Пожалуйста. Читайте и назидайтесь. «Прекрасная в Божьих глазах семья моя». Хорошо. 290763. 290763. Ты вилку поднял. Я думал, что это самое. У тебя 14. Есть? 29. Есть? О, Жанна, есть. Есть здесь, да? Есть. Здравствуйте. Спасибо большое. Вам CD. Кстати, у нас, наши члены церкви, вы знаете, Давид Чавруно записал студийные аудио игры на фортепиано. Это для вас, что вы слушали в машине и назидались. Пожалуйста. Хорошо. Следующий номер. 29. 08. 15. 29. 08. 15. 14. Я знаю. Видишь? Вот видишь? За твоим столом все-таки. 29. 08. 15. Пожалуйста. Эдик, я не знаю, ты номер мне дай. О, вот так. У нас сначала номер, а потом подарок. Мы вам дарим женой книгу «Линда Диллоу. Созидающее партнерство». Пожалуйста. Это для вас. Читайте вместе. Пожалуйста. Следующий номер. Вы успеваете, братья и сестры? Вы все смотрите сюда, все успеваете. 29. 07. 79. 29. 07. 79. Есть? О, о, о. Руслан, видишь? Заговорили тебя. Заговорили тебя. Значит, мы дарим вам известного автора Герри Чепмэн «Пять языков любви». Пожалуйста. О, очень хорошо. Пожалуйста, для вас. Мы знаем, что у вас уже и есть уже побольше семья ваша расширилась, но тем не менее продолжать развиваться надо в своих отношениях. Пожалуйста. 07. 33. А вы не думайте, что нас так сильно много. Мы мешаем. Мы мешаем. Было вот… Было вот… О, ты уже здесь очень хорошо. Сразу до стола. Книга «Доктор Эммерсон Эгерих», не знаю, «Любовь и уважение». Любите и уважайте друг друга. Да. Для вас обоих. Все, что мы даем для вас обоих. Календарь для вас обоих, книжка для вас обоих. 29. 07. Веня на меня смотрит. Я знаю, какой тебе номер. 17. О, видите, как хорошо. 14, 16, 15, а вот же здесь 17. А вы говорите, мы не мешаем. Мешаем? Да, мешались. Пожалуйста. Ваш календарь. Проверили 17. Да. Хорошо. А вот, не знаю, может, этот номер вам понравится, может, нет. 2906-98. 2906-98. Есть? Саша, ты? О, вы сразу двое встали. Я не знаю, или... Саша, окей, хорошо. Саша, тебе... Да. Значит, Элизабет Джордж, «Возлюби Бога всем разумом твоим». Очень хорошее такое название. Читайте вместе с женой, пожалуйста. Еще один номер. Мы заканчиваем, не переживайте. 2907-49. Кто-то охнул. Мы кого-то пропустили. 2907-49. Никто больше не охает. Все? 48. Нема, да? Мы идем дальше. Имейте в виду. 07-49. Нема, мы идем дальше. 2907-34. Вы что, спрятали? Ну, мы мешаем, друзья. Идите, кто-то помешайте вместе с нами. Пожалуйста, есть? 2908-28. Нема, идем дальше. Еще раз. 2908-28. Есть? Нема, идем дальше. 2908-27. О, вы сюда идете, ему бабочку подбрасываете. Я не понял, о чем мы о чем речь идет. Да. Пожалуйста, вам CD. Деньные записанные. В машине слушать. Давид играет на фортепиано. Спасибо. Идем дальше. 2907-66. Имейте в виду, еще не было ни одного билета. Два человека с одним столом. Это большое дело. Поэтому мы действительно, ну, идем как идет. Есть? А у вас? А что вы молчите? 2907-66. Есть? Нема, мы идем дальше. Все. Следующий. 2907-67. У нас, вы понимаете, все время поджимает. 2908-36. Хорошо. Следующий. Где? 3908-36, да. Ну, все уже. Вот до высшего. А, вы у нас, братья. Вы выиграли. Хорошо. Мы вам… Ну, мы знаем, что уже много прочитали. Ну, вы же сами сказали, что… Вы же бокс не забыли или вы забыли бокс? Ну, конечно, нет. Поэтому, при том всем, что у вас уже опыт есть, сила родительской молитвы. О, это как раз то, что нам. О, это как раз ваше, пожалуйста. И еще один, пожалуйста, у нас номер. Мы берем еще один. А вот еще один номерочек. 2906-97. Вам календарик. Записывать самые главные даты. Спасибо вам большое. Итак, друзья, спасибо вам, что вы были. Спасибо. Вы знаете, кто не выиграл, кого-то, может, номер обошел. Но, знаете, кто приходит часто на общение, он обязательно что-то получит. Вот кто знает, тот машет головой, что да. Потому, кто пришел первый раз, вы уж простите нас, что если, может, номер обошел. Но, тем не менее. Итак, мы продолжаем… Какую главу нужно было прочитать? Коринфянам 7-я… Не-не, Корифанам надо было. Коринфянам, да, Корифанам. Пожалуйста. И там о чем-то таком очень важном. Пожалуйста. Александр, дальше. Правильно сказать, что все получат. Чувствую, я сегодня тоже получу. Если я до утра не закончу тему, то я точно получу. Хорошо, друзья, к сожалению, время действительно поджимает. Я смотрю, что много всего интересного и полезного, но трудно тогда изложить все. Мы попробуем сегодня в общих таких чертах немножко закончить наши темы, потому что, я скажу откровенно, у нас собрались мы немножко разных возрастов. Есть разные проблемы у молодых семей, у семей, которые воспитывают детей, и у семей более старших, и у семей совсем преклонных. У них тоже есть свои проблемы, но они немножко разные. И все это объединить, скажем, сегодня это невозможно. Поэтому целесообразно мы проводим более плотные такие семинары, когда, скажем, собираются одни пожилые люди. Мы с ними говорим, есть серьезные вопросы. Или только молодожены, там у них совсем другие проблемы. Поэтому сегодня мы, в общем, немножко пройдем кратко с вами и будем заканчивать. Хочу сказать, что в конце будет возможность вопросы и ответы немножко. И уже есть, да были бы ответы. Вот, если вдруг после беседы есть среди нас кто-то, семья какая-то или лично у вас, есть у вас серьезная какая-то проблема, вам нужна срочная помощь, с кем-то поговорить. Вы можете подойти наедине, потом, может быть, поделиться, что-то мы успеем сделать, помолиться с кем-то. Хотя времени маловато, но тем не менее. Итак, седьмая глава первого послания Коринфянам. Мы с вами ее уже начали читать. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но в избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. И теперь вот начинается лестничка открывания тайны семейной жизни. Чтобы вы знали, дорогие мои, седьмая глава первого послания Коринфянам это ключик к тайне счастья семейной жизни. Если вдруг вы почувствуете, что в вашей семье как-то любовь немножко угасает, какое-то расстройство, простой совет, вместе возвращайтесь к седьмой главе. Начинайте ее вместе внимательно читать, изучать. Именно здесь, как я сказал, даже доктора мировые сказали, вот именно в этой главе изложены самые основные секреты, которые заложены в фундамент семейного счастья. Причем идут они по ступенечкам. Как на крышу невозможно залезть с десятой ступеньки лестницы, но надо с первой. Так здесь построены стихи. Итак, первое. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Первая ступенька в браке. Муж оказывает жене должное благорасположение. Что такое слово благорасположение? Как его оказывать? А кто его знает, да? Вот что-то надо оказывать, а что не знаю. Но поэтому мы никогда не окажемся и не знаем, о чем идет речь. Слово немножко старинное и слово широкое. Слово благорасположение, оно имеет очень широкий спектр именно в русском языке. Оно, как я сказал, может говорить и о словах, о мимике, о интонации, о многих вещах. Но вообще-то в оригинале, послушайте, семейные люди, в оригинале идет речь о интимных отношениях между мужем и женой. Вся седьмая глава говорит только, будем говорить прямо, о сексуальных отношениях между мужем и женой. Будем говорить о дарах здесь, не слово о духовных дарах, хотя вы здесь увидите это. Вся речь идет только об этом, окей? Поэтому там, где мы читаем, муж оказывает жене должное благорасположение в буквальном смысле слова, это звучит так. Муж, удовлетворяй свою жену, подобная жена мужа. И речь не идет там накормить едой, напоить водой, а речь идет как раз-то чисто о сексуальных отношениях между мужем и женой. Так Бог, как мы сказали вначале, устроил, что с возрастом человек чувствует потребность к любви. Две основные потребности, которые каждая человеческая душа для того, чтобы остаться нормальным человеком, должен получить в своей жизни. Это любить самому и быть любимым. Больше нет трагедии, когда человека никто не любит. Эти люди становятся замкнутые, нервные и, заметьте, злые и колючие. Когда вы встречаете таких людей, это не потому, что у них хорошая жизнь и они на кого-то разозлились, а потому, что их, очевидно, в жизни не любили. Или с детства их обижали, недополучали любви. Или же, когда они вышли замуж и женились, в браке не было любви, человек становится просто нервный, раздерганный, воршливый, ничем не довольный. Вы таких людей, наверное, встречали, да? Это первый признак, что вот как раз третий стих в их жизни не работал. Окей? Итак, муж удовлетворяет свою жену и жена мужа. По этому поводу мы беседуем с молодыми людьми, те, которые вступают в брак, указываем на важность этого вопроса. Как я сказал уже сегодня, что сегодня многие семьи рушатся. И причиной разрушения многих семей сегодня является эгоизм. Чистый, современный эгоизм. Подход к семейным отношениям сегодня приблизительно такой. С каждой из сторон идет с протянутой рукой. Я в браке что-то получу. И те с той стороны в брак идут с большой протянутой рукой. Я что-то от них получу. Я от мужа, а я от жены. Скажите, когда оба подходят два хомлеса и друг друга тянут руки, что они получают? Ничего. Ни один, ни другой. Тогда как наоборот должно быть. Прохожу в брак, я должен дать. Любовь не берет, друзья мои. Любовь дает. Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал. В этом любовь. Ибо так я возлюбил свою жену, что отдал ей. Ибо так жена полюбила мужа, что отдала все, что у ней было. Тогда оба приобрели. Тогда оба получили. Так вот, когда вступают люди в брак, оказывается, это уже не пожелание, а обязанность. Обязанность каждого мужа знать точно на сто процентов, что его жена имеет с ним абсолютное полное счастье. Не только там отношений внешних, но отношения с мужем. Так Бог устроил, что муж должен иметь полноту отношений с женой и жена должна иметь полноту отношений и удовлетворения со своим мужем. Если нет этого в браке, то это бомба с заведенным часовым механизмом. Некоторые люди предпочитают об этом не говорить. И когда я слышу, что в семье только начинаешь там что-то намекать, о нет, мы об этом не разговариваем, в нашем доме не продолжено, мы очень святые, с нами нас не спрашивайте. Первый индикатор, лампочка замигала, бэм, 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 в семье проблема. Начинаешь вникать ближе, сможешь там озлобление, там уже недоверие, там уже все пошло. Потом выясняешь, спрашиваешь, кажется, проблема большая. Мне как-то пришлось даже быть не только с молодыми и со старыми приходится. Пришел в одну семью. Люди, которые, может быть, уже лет, ну, около 50 вместе прожили. Взрослые детей воспитали. Прожили плохо так, что дети от них просто убежали. Все до одного. Я в очередной раз пришел к ним в дом, и там тоже опять это скандалы, опять друг другу рассказывают все. Я сидел, молился, говорю, господи, ну тут же явно где-то причина. Вот вразуми меня, что мне их спросить, сказать. Вот что-то мне ясность такая пришла. Я говорю, стоп, стоп. Остановил их. Я спрашиваю ее, сестричка, вы меня извините, вы на меня много старше. Мне деваться некого, мое такое служение. Скажите мне, пожалуйста, честно, ваш муж вас удовлетворяет? У нее чуть до речи не отняло. Пресс-митер такое спросил на еще и пожилую женщину. У меня очень прошу прощения, но я обязан вас спросить. Она так засмущалась сначала, как расплакалась. Какое там? Да мы прожили, как кот-собака. Его никогда не интересовало. Он повернулся лицом к спинке, захрапел. Ему все равно, что я там плачу и прочее. И пошло, и пошло, пошло. Давай распутывать. А там и подозрения, там и... Вообще, долгая история пришлось распутывать. Но оказалось, что можно было бы в самом начале поговорить об этом. А не через 50 лет, когда вытрепаны все нервы, когда разрушена семья. Поздновато. Поэтому мы сегодня напоминаем и говорим об этом. И образование, как я сказал, мы не могли, возможность не было там в Советском Союзе у нас получать. Но сегодня, дорогие мои, сегодня существует очень много христианской заметки и даже светской, но порядочной медицинской литературы на тему физиологии и устройства тела мужчины, тела женщины. И поэтому, вступая в брак, мы всем молодым людям рекомендуем, как образование, часть их образования пройти этот материал, чтобы точно знать, что как работает. Я вспоминаю одного молодого человека, такого уверенного в себе, его спросил, ну ты собираешься жениться, да? Я говорю, ну так, вводим шутку, ну а ты знаешь, что с женой-то делать надо? Ха-ха-ха, а я все знаю. Ну, молодец, а откуда ты знаешь? Там мне пацаны там порнуху показали. Упс. Я говорю, и с этим ты собираешься в брак теперь вступать? Ты думаешь, что ты посмотрел там какую-то глупость, и ты теперь все знаешь? Ты прям эксперт во всех вопросах? Ты ничего не знаешь? Одного, вспоминаю, браточка у нас покаялся из зэков. Всю жизнь в тюрьмах просидел. И вот потом покаялся искренне. И женится, значит, на сестричке из церкви такой скромненькой. Я помню врачную смену работы, он приходит ко мне на работу ночи. Завтра уже сочетание, он ко мне приходит. Саш, надо с тобой побеседовать. Ну давай о чем? Слушай, ну вот завтра жениться, ну молодец, да? А ты не мог бы мне рассказать, а что с женой делать надо? What? Завтра свадьба. Пришел к нам человеку, у которого лет уже 30 на то время было. Я говорю, ты шутишь или ты издеваешься, или это анекдот такой? Как это? Что с женой делать? Я начал шутить. Саш, не шути. Я серьезно. Он мне говорит, ты понимаешь, почти всю свою сознательную жизнь я просидел в тюрьме. То, что я видел и слышал в тюрьме, я представляю, что если я предложу своей жене, она меня убьет в первую брачную ночь. Поэтому это выдов, знаете, это вдова. А как правильно, как нормально это все, я не знаю. Представляете, я набрался уже терпения, краснел, потел, сел, ему подряд начал рассказывать, буквально шаг за шаг. Как-то жену нежно обнять, поцеловать, не спешить и все хитрости мужские. Просто начал ему все рассказывать. Для меня это был шаг, но это я вам правду рассказываю. Так было. Потом эта семья хорошо отживут на сегодняшний день, сколько я знаю. Но суть в том, что, друзья, многие верующие люди, вступая в брак, никакого образования в этом плане не имеют и не заботятся об этом. По этой причине разваливаются семьи. Часовой механизм заведенный, потом происходит взрыв. Что делать, мы скоро об этом с вами скажем. Пока пойдем дальше. Первую ступенечку мы узнали, что, оказывается, обязанностью мужа и жены является знать точно, если жена и муж абсолютно с ними счастливы. Так мягко скажем. Как это достигается? Четвертый стих. Гениальный стих. Слушайте внимательно. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Это гениальнейшее изречение, которому удивляются все доктора сегодня. Оказывается, суть очень простая. Жена не властна более над своим телом. Она вступила в брак, она свое тело подарила своему мужу. И точно так же наоборот. Вы знаете, друзья, у каждого подрастающего нормального здорового ребенка есть свои тайные мечты. В каждой душе Бог заложил потребность к любви и к романтике. И каждый ребеночек с детства, особенно подростки, уже когда юноши становятся, у них есть определенные мечты, что придет когда-то время, я встречу своего любимого. Особенно у девчат эта фантазия более детальная бывает. У ребят немножко механизм упрощенный, но тем не менее тоже есть свои expectations, как мы говорим. А вот девчата, они мечтают о браке детально. Они даже представляют, в каком платье она на браке будет. И вот как он ей сделает предложение. И как он ее обнимет. И вот как она станет. И вот она должна вот ножку вот так поднять. Или ручку вот так сделать. То есть, она все продумала, там все мелочи. И она этого ждет. Представьте себе, вступила в брак. А он говорит, ну ладно, что там сегодня? Ну иди ложись, сейчас я приду. Скоро, да. Извиняюсь, немножко грубовато, но я знаю, что я говорю. Она, так подожди, а где вот все, что я там читала? Там все эти прелюдии, все эти прелести. Какие там прелести? Все очень просто. Понимаешь? Вот. И смотришь, душу обломали, грубо говоря. Просто обломали. Раз, два, три, десять. Потом она закрылась в себе. Поняла, что все это обман. Ни какой любви нету. Ни какой нежности. Ни какой романтики. Ничего хорошего. Я помню даже с одним юношей разговаривал. Который женился. Прошло время. Я всегда с молодоженами стараюсь потом узнать, как дела, посетить. Я говорю, ну как? Как тебе жениться? Вот женился. Как? Ты доволен? Ну знаете, ну в общем-то ничего. Но я ожидал чего-то большее. Я думал, так будет. Оказывается, ничего такого не было. Все очень просто и обыденно и nothing good. Эта семья распалась со временем. Оказывается, Бог заложил такой закон, что когда женщина вступила в брак, она должна себя отдать мужу так, чтобы он получил в ней все то, о чем он мечтал. И наоборот. Предвижу вопрос, вижу в ваших глазах некоторых. Да, этот стих несколько сложен для понимания и в практике бывает сложным. Например, кто-то думает, что этот стих дает повод к издевательству друг над другом. Там нельзя дверку закрыть, вот эту комнату кто-нибудь. Там, я знаю, сестры веселые, но я боюсь, они вам мешают. Вот. На чем я остановился? Издевательство друг над другом. Вот рассказываю вам реальный случай. Приходит ко мне одна женщина и говорит, брат Александр, спасите меня. Я говорю, от чего? От мужа моего. В каком смысле? Вы знаете, он надо мной издевается. Ну, знаете, я так не спешу сразу в панику, потому что бывает иногда сестры наши тоже то, что нормально, им кажется, что-то над ними издеваются, преувеличивают. Вот. Бывает такое, да. Но здесь я говорю, а вы не могли быть детальнее. И вот она мне рассказывает, понимаете? У меня муж верующий человек. И вот он каждый раз берет, открывает Библию, читает именно этот стих мне, жена не властна над своим телом, но муж. Слышала, да? Слышала. Ну, а теперь вперед. И вот такие вещи, когда она мне уже не стесняясь рассказала, я думал, что я знаю все об этих делах. Оказалось, далеко не все. Я был просто в ужасе. Я ей сказал, надо срочно полицию вызывать. Это преступник. Он просто бандит и садист. И это так и оказалось. В конце концов она не выдержала, позвонила в полицию, хотя противник этих вещей до крайности. Но бывают вещи, когда надо защитить человека. Его действительно судили и посадили. Потому что то, что он делал с ней, это даже здравому рассудку неприемлемо. Уже не говоря о христианстве. Так дает этот стих поводу к издевательству друг над другом или нет? Нет. Если женщина должна отдать себя и творить что хочет, а может в нем больное воображение. А может он садюга какой-нибудь. Или наоборот. И наоборот, кстати, бывает. Нет. Этот стих нужно читать в очках. Очки называются призма Слова Божьего. В Ефесяна мы читаем. Мужья, любите своих жен так, ну-ка, братики, как? Как Христос возлюбил церковь и что сделал? Поиздевался над ней, да? Предал себя за нее. Суть любви, мы только что с вами говорили, в жертвенности. Любовь – это жертва. Пусть мне будет хуже, лишь бы тебе было хорошо, потому что я люблю. Разве Христос объект своей любви когда-то обижал? Разве Христос издевался над церковью когда-то? Разве Он желал ей зла? Разве Он делал ей больно? Никогда. Никогда. Наоборот. Христос себя дал, я пострадаю, лишь бы ты была спасена. Вот этот Дух Христов, когда через призму этого Слова Божьего мы одеваем эти очки духовные и теперь смотрим на этот стих. Жена не властвует своим телом, но муж, который страстно любит свою жену жертвенной любовью. Скажите мне, позволит ли такой духовный человек поиздеваться над своей женой или нет? Никогда. 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 Потому что в нем Христова любовь. Это не садизм. Это жертва. И наоборот. Подобно и жена мужу. И жена не властен своим телом, но муж равный. Муж не властен своим телом, но жена. Вещь, которую хочу сказать, она может быть звучит странно, но это реальность жизни. Кто-то, может быть, узнает себя в какой-то степени. Грех, который сегодня царствует во многих странах в Америке и в наших славянских кругах, о которых не говорят с кафедрой. В семье. Хотел бы я мягко его назвать, но не могу найти очень мягкого слова. Ну, скажем так, грех, ну, проституции. Извините меня за это слово, я другого не могу подобрать. В семье. Знаете, в чем суть этого греха вообще заключается? Кого таким словом называют? Ведь не те, которые просто имеют интимное отношение между мужем, между женщиной и мужчиной. Да? А те, которые это делают за деньги, например. Или за какие-то выгоды, за какие-то вещи, чаще всего за деньги. Таких людей называют таким словом. Я не буду его больше повторять. Вы суть поняли, да? Вот именно этот грех сегодня царствует во многих семьях. Муж к жене. Дорогая. На траке две недели ездил. Так за тобой соскучился. С каждым днем ты мне становилась все милее и милее. А? Братик и знакомая, да, картина? Так соскучился. Ну, так люблю тебя, дорогая. Все? Ну, молодец. Хорошо. Ты знаешь, я как раз сегодня по магазинам бегала. Видела там в магазине сейл хороший, шубка. Ой, какая шубка там на сейле сейчас. Всего пять штук стоит. Вот, если бы ты мне ее купил, то и любовь бы сразу была, и ты был бы рад. Да, конечно. Ну, сейчас денег нет. А, ну, когда появятся, тогда и подойдешь. Как это называется? Вот то, что я сказал. Кто-то скажет, что это неправда. Ну, может быть, не за шубку, за что-то другое. Даже за мелочи какие-то. Прическу вот мне сделай. А вот сапоги мне купи. А машинку новую. А еще что-нибудь. И начинается торговля. И жена превращается именно вот в эту будницу, которая торгует своим телом со своим же мужем. Ей не надо по улицам ходить. Она в доме в своем этом делает. Барди и сестры – это грех. Любое условие, которое ставит жена мужу – это грех. Наоборот бывает. Я знаю, недавно у меня делилась одна сестричка. Я в шоке, конечно, что у молодых ребят такой будет. Она уже там не знает, с какого боку к нему подъехать. А у него условия. Вот если ты мне вот это, вот это. А тогда я, может быть, когда-нибудь. Понимаете? Это ужасное состояние. И я таких трагедий знаю, к сожалению, много, дорогие мои. Хочу сказать – это грех однозначный. Если только что-то подобное минуется, читайте все вот этот четвертый стих. Жена не властна над своим телом, но муж. Он твой хозяин. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Далее. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию? На время для упражнения постей и молитвы, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Уклонение друг от друга бывает по разным причинам. При любой причине, кроме поста и молитвы, это будет грехом. Написано, что если вы это будете делать, будет искушать вас сатана. Есть люди, которые не верят, что печка горячая. И они говорят – а можно сесть попробовать? Я говорю – конечно можно, но будет очень больно. Вот то, что написано здесь, что как только муж и жена какие-то начались у них reasons, что они друг от друга уклоняются, то ли обиделись, губки бантиком надули, да, то ли еще что-нибудь они придумали и разошлись по разным комнатам. Пройдет день – будет беда. Вы знаете, до смешного даже, но это в Советском Союзе было сегодня, думаю, наверное, нет такого. Даже таким методом пользовались как противозачаточным. Доктор сказал – вам рожать больше нельзя или во всяком случае в течение нескольких лет вам надо отдохнуть. Приходит, она ему сообщает – дорогой, ты знаешь, вот нам с тобой спать вместе нельзя, доктор сказал – вот мне нельзя, вот все. Ну что ж, ну хорошо. Она спит в спальне, он там прохожий на диванчике, год спит, два спит – родила. Понимаете, да? Она же на работу ходит, там добрые люди есть, помогли, вот все, пожалели и заказали. Такие, что это реально, то есть я это не придумал, дорогие мои. Сатана искусил, сделал грех, сделал зло, развалил семью. Также при выборе профессии, особенно в Америке, хочу сказать, с работой бывает туго и ищут разные работы. Есть работы, когда, скажем, муж и жена уезжают надолго, там сейлсперсенс, трак драйверс, там стюардессы, разные есть работы, там, вахтельным методом, знаете, работы. Поехал две недели, три недели, четыре недели, месяц нету, два месяца нету дома. Слово Божие говорит, не надо это делать. Как только вы уехали за порог, сатана начал искушать вас обоих, ее тут, его там. Еще странная вещь одна. Я это стараюсь не говорить обычно, но просто последние истории меня вынудили об этом напомнить, сказать, я вижу в этом серьезность. Знаете, какая беда еще, что делают некоторые верующие сегодня? Вот как они называют, чтобы усилить семейные наши отношения и интерес. Приехал домой, дорогая, я там диск привез для семейных людей, благословенный. Очень усиливает влечение и все. Ну, жена, думаю, ну что-то духовное привез. Просто паронографию привез, их друзья вгостили. Прокрутил жене, там в ужасе посмотрела, сел на траку, катил. Она мне звонит. Брат Александр, я не знаю, что мне делать, у меня голова пухнет. Вот он приехал опять в очередной раз, я не хочу этого делать, а он меня заставляет. Это усиливает семейную жизнь, влечение друг к другу. Это так, он уехал, а у меня в голове вот это все картины эти, каша, драма. Я не знаю, куда мне это все девать. Мне надо детьми заниматься, у меня все. Он поехал, там через месяц проедет. Где он ездит, что он там делает, я не знаю. Я мог бы детально рассказать эту проблему, не хочу просто настроение на ночь портить, но проблема оказывается серьезной, причем она происходит среди верующих людей и даже, казалось бы, хороших семей. И когда начинаем близко разговаривать, то доходит до того, что уже жена ему не нравится, на нее у него, так сказать, настроение не поднимается, ему надо обязательно чего-то, греха какого-то насмотреться. И заканчивается, брать сестры, это потом, в конце концов, блудом и разводом. Я не буду задавать вам вопрос сегодня, если кто-то допускал это в своей семье или сегодня допускает. Но хочу вам сказать, если что-то подобное было, именно это разрушит вашу семью. Примеров тому у меня слишком много. Даже неплохих семей, которые я знал. Поехал он, проезжает как-то внезапно домой, а там его не ждут. Там уже другие ночуют у него. Верующие люди. Или наоборот, он уехал, проезжает, ой, приболел, пошел, проверился. Все СТД, которые можно собрать. Она, дорогой, ты откуда это все собрал? Это я в общественный туалет заходил. Yeah, you're right. Это вы расскажете бабушке Мане, да? Понимаете, это наши верующие, духовные верующие. Это серьезная тема, друзья. Потом мы хотим, чтобы в детях было благословение, страх Божий. Не будет, дорогие. Если в духе мы уже вот туда продались, не будет благословения. Если у кого-то эта вещь есть такая, я советую вам пройти исповедание с отречением со служителями. Кажется, тема легкая и простая порнография, но на самом деле это доходит до одержимости и до зависимости как от наркотиков, алкоголизма, так и от этих вещей. Я лично знаю людей и семьи там где-то дошло до серьезнейших вещей. Люди не молиться потом не могут, ни Слово Божие читать, ни в церковь их не интересует, ничего. И самое главное, и друг друга не интересовать, после этого перестают. Больше того, многие женщины свидетельствовали, что своему мужу после этого у нее появляется ненависть и отвращение. А он хотел ее настроить на сексуальную волну. Настроил. Она ему вот так вот сделала. Серьезная проблема, дорогие. Я не хочу долго останавливаться, но хочу сказать, если кого-то это касается, не думайте, что оно просто так уйдет. Вот сегодня вы подумали и все, вам нужно освобождение. Насчет поста и молитвы. Заметьте, здесь написано так. Разве по согласию? Большая проблема среди христиан. Пример. Это близкие мне люди, я хорошо знаю эту семью. Хорошие духовные люди. Ну, пришло дело к концу недели, он к ней, дорогая моя, ну сегодня Friday night, я так соскучился за тобой. Ну, жизнь, натурально все, нормально. Она, нет-нет, отойди от меня, я сегодня в посте. А, ну в посте, ну написано, в посте и молитве, да. Да, хорошо. Ну, ладно, до завтра. Ну, завтракни. Ну, дорогая, сегодня у нас ночь брачная. Ой, я и сегодня в посте. Ммм, духовная жена у меня хорошая. Да, ну еще подожду денек на третий. А она три дня в посте уже. И так повторялось неоднократно, что этот братик, хороший брат, кстати, духовный человек, пришел к мне, брат Александр, я так больше не могу, иди и говори с моей женой. И он мне это все рассказывает. Я пришел к ней, говорю, сестричка, я знаю, что вы духовный человек, молитесь, поститесь, да, я вот так, все. И она действительно такая хорошая сестра. Я говорю, ну, вы нарушаете Слово Божие. Я? Да ты что? Я и открываю. Сейчас прочитаю. Открываю и читаю. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию? До упражнения в посте и молитве. Да? Вы согласовывали с вашим мужем ваш пост. А что я-то должна с ним согласовывать? Меня Дух Святой побудил, я и пощусь. Буду, захочу неделю буду, захочу две недели буду поститься. Да, но вы нарушаете Слово Божие. Тут написано по согласию. Это не пост, когда ты молишься, а муж тебя вследом проклинает. Это абсолютно такой пост не нужен никому-то. Поэтому это очень важный момент, друзья мои, согласие. На все вот эти моменты в жизни нужно иметь абсолютно согласие между мужем и женой. И если этого нет, мы садимся на горячую электропечку. Запомните это. Зашкорчи быстро. Впрочем, это сказано как позволение, не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый, слушайте, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Братья и сестры, о дарах речь пошла. Ура, к духовным дарам наконец-то пришли. Ничего подобного. Ни слова о духовных дарах. Говорится о дарованиях чисто физических. Идет речь о семейных отношениях мужа и жены. Опять так же самое. Вы знаете, что на земле нет двух человек одинаковых. Отпечатки пальцев не совпадают ни у кого. Глаза не совпадают ни у кого. Характеры могут быть похожими, в точности не совпадают ни у кого. Два лица одинаковых нет. Даже близнецы, когда присмотрят, вы все равно видите разницу. Двух человек на земном шаре одинаковых нет. И когда вступают в брак, два совершенно, слушайте, разных существа. У которых совершенно по-разному устроен мозг. Мне приходилось изучать это по работе. Вы знаете, что мозг мужчины и женщины работают разными методами. Совсем по-другому. Они по-другому логически мыслят. Они по-другому смотрят на вещи. У них разный темперамент, у них разный характер. Даже если брать только мужчин или только женщин, в каждой из этих категорий у каждого разное здоровье, разный темперамент, разные потребности, разные способности и так далее. Окей? И все физические данные. И вот вступая в брак, иногда люди начинают, молодые, сравнивать. Ну как, а у тебя там как дорогая. А у тебя. Вот подружкам позвонили. А почему-то семья так. А почему-то у тебя вот так вот все. А вот, знаете, и начинается. А секрет, оказывается, вот в чем. Бог, давая дары человеку, духовные, душевные, таланты, он также дал и физические дары всем разные. Есть люди, которые рождаются здоровыми. Я таких ребят знал. Ему и тренироваться не надо. Он здоровый от рождения. А другой, смотришь, тренируется годами, чтобы добиться чего-то совсем нет. Точно так и в этих отношениях семейных вступили люди в жизнь и находят, что они разные люди. И беда в том, что бывает не находится понимание этого простого вопроса и начинаются упреки и унижения на этой почве. Это бывает, к сожалению, в христианских семьях тоже. Приблизительно таким образом. Жена наслушалась там где-то разговоров, может насмотрелась, я не знаю, и мужу может своему заявить, ах, ты импотент какой-то никуда не годный. Хуже восхорбления для мужчины не существует. Когда на фронте мне рассказывал мой дядька, некоторые ребята вдруг узнавали, что они стали действительно импотентными, потому что они были контужены под бомбежкой, они просто говорили, а зачем мне дальше жить? У меня не будет ни жены, ни детей, ни семьи. Зачем мне жить? Они просто с окопа вставали под пули и погибали. Это очень серьезно. Если женщина мужу своему любимому такое сказала или приблизительно в этом плане на половой почве его унизила, это оскорбление, которое едва ли можно пережить, и которое не забывается практически никогда. Этих вещей допускать нельзя. И наоборот, когда мужчина вдруг тоже где-то насмотрелся, наслушался, намечтался, начитался, и вдруг своей жене сказал, да ты прыгидная, ты больная, ты такая холодная, как айсберг в океане, и все вещи ей рассказал. Все. Двери закрыты. И будут потом в двери закрыты поздней порой. Будете очень долго стучать. И не достучитесь. Может, они откроют уже. А если еще туда маму приплели, вспомнили, да, что и мама твоя такая была всю жизнь, и ты такая. Вот это уже не все в веке, не в будущем. Ха-ха. А мне приходится потом в эти дома приходить, и глубом в стены биться. Это бесполезно. Простой урок, дорогие братья и сестры. На этой почве никогда друг друга не унижайте. Не упрекайте. Потому что это нормальное явление, что мы разные. Все люди разные. И только любовь может сработать. Вообще это удивительно. Понимаете, Соломон говорит, что вот я не могу понять там пяти вещей. И одна из вещей говорит, путь сердца мужчины к сердцу девицы. Помните, да? Есть вещи, которые логически не понимаются. Как такие разные люди, но любящие друг друга, находят общее и живут счастливо. А это можно. Сегодня нет времени об этом говорить. Я бы мог вам некоторые вещи рассказать, что достигается при любом варианте, достигается гармония. Запомните это, друзья. Нужно только одно. Любовь друг к другу. Больше ничего. Гармония достигается при любом варианте. Любовь. Безбрачным же и вдовам. Говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Вступившим в брак, не я повелеваю Господь, жене не разводиться с мужем. Если разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужа не оставлять жены своей. Ну, несколько слов. Тут темы большие. Надолго. Я сокращусь. Несколько слов скажу, дорогие мои. Еще. Вот сегодня я только читал в псалмах. Там пишет Давид, что жена... Дословно хотел прочитать быстренько. Нет. Это в песне-песне. Он говорит, там где жена... А колодцы, он говорит, там дословно. У меня уже вылетело из головы. Что колодец, там источник, но закрытый. Замкнутый колодец. Помните, да? Запечатанный колодец, да. О чем речь идет? Жена, муж друг для друга, они являются вот этим источником. Колодцем этим, которым можно пить из него, наслаждаться. И это Богом заложено. Это нормально. Но это запертый колодец. Большой замок на нем висит. И ключик только у мужа и у жены. Больше ни у кого. О чем я хочу сказать, дорогие мои. Вот эта тема отношений между мужем и женой, их интимные отношения, они могут быть только между ими и Богом. Никто не имеет права там копаться в этом. И вам рассказывать никому об этом не нужно. Большая ошибка, что я слышу среди верующих иногда, это когда начинают друг другу делиться и рассказывать. Вышла замуж сестричка. Перед собранием забежали в туалет, там делают все. Ну как там сестричка? Замуж вышла. Ой, молодец. Поздравляю. Ну как там твой? Ой, мой такой. И так он умеет, и так он делает. И понеслась. Все. И рассказала подружкам. Знаете, что и подружки услышали, и сатана услышал. И на крючок уже это все одел. И ждет дня, как опытный рыбак, чтобы забросить туда. Точно так наоборот. Ребята, ну что, женился? Да. Ну как там твоя? Ой, моя и такая, и всякая. Все рассказал. Все ребята уже представляют, какая у вас жена, и ждут дня, когда он уже на траке в рейс уедет. Знаете, кто разбивает семьи и ворует мужей и жен? Враги с Африки проезжают и воруют. Слышали? Нет. Друзья. Друзья и подруги. Всегда. Только если мы будем меньше языком трыбать, у нас меньше будут воровать и злоном делать. Окей? Это вещи, о которых не должны говорить люди. Даже шутки всякие, прибалудки, анекдоты на эту тему, они нам неприлично должны убегать от этого. Если жена узнает, что муж ее находился в компании, в которой начали рассказывать похабные непристойные истории, а он бы сказал, ребята, извините, я женатый человек, меня это не герзует, и ушел. И жена об этом узнала. А как вы думаете, обрадуется она или нет? Конечно же. Конечно. И по этому поводу, кстати, смешная такая история, когда мужчина совсем пьяный, алкоголик, пришел домой и завалился там спать. Утром просыпается, брюки поглажены, рубашечка наглажена, на столе еда наложена, там 10 рублей лежит еще. Он такого, знаете, никогда это не видел. Говорит, сынок, что я такого вчера натворил, что такая забота обо мне тут? Ну все. Да ничего, ты пьяный был совершенно. Просто мама, когда тебя ложила спать и раздевалась, стягивала с тебя штаны, ты сказала, отойди от меня, аж женатый. Понимаете, да? Как высоко оценили, да? Так вот, это же самое мы должны с вами практиковать тоже в нашей жизни, чтобы нам жить хорошо. Ну и последнее, друзья, я хочу вам сегодня дать задание. Просто нет времени, много есть что рассказывать. Послушайте практическая вещь теперь. Чтобы вы не просто послушали истории сегодня, сказали, ну да, что-то было интересно, что-то не новое. А вот я хочу вам оставить одну вещь, которая вам 100% принесет пользу. Есть у меня один рецепт. Он очень простой, но он работает 100%. Хотите узнать секретик? Хотите или нет? По 5 долларов. Шучу. Ну надо же вас как-то разбудить. Значит, слушайте, дорогие, есть рецепт. Кто-то спрашивает, а разве есть такой? Есть. Есть. Послушайте. Есть вещь, которая работает. Все те, кто хотят жить счастливо в семье, я вам дам рецепт. Если вы прислушаетесь, будете жить хорошо. Не послушаетесь, может быть, будете хорошо. Скорее всего, нет. Этот рецепт, у меня такое кодовое название. Кэндл Диннер я его называю. Простая вещь. Да? Кэндл Диннер. Знаете, вот как сегодня у вас, кстати, Кэндл Диннер, у вас свечки горят на столе. Что для этого нужно сделать? Очень простая процедура. Вам нужно создать хорошую интимную обстановку в своем доме. Детей куда-то отправить к маме. Двери замкнуть на замки, телефоны все выдернуть. Поставить свечки на стол, хороший ужин приготовить, покушать хорошо. Понимаете, Авраам после чего благоставлял? Кушать надо. Надо откровенный разговор. Ну, я серьезно говорю. Братья, если сомневаетесь, попробуйте. Исаак, Иаков, и все умные люди так делали. Попробуйте на голодный желудок побеседуйте с мужиком. Он вам расскажет. Наелись хорошенечко, все, хорошее настроение такое, романтичное. И вот теперь послушайте внимательный разговор. Лучше, если муж начинает первый, все-таки вы более смелые. Дорогая моя, вот мы с тобой прожили там пять лет или десять лет, или десять месяцев, или двадцать пять лет. Плохо, если через двадцать пять лет первый раз заговорили, конечно. Скажи мне откровенно, все ли тебя во мне устраивает? Или есть что-то такое, что тебе противно? Унижает что-то тебя во мне? Или больно, или отвратительно, или неприятно что-то? Имеется в виду все. Вот все ли тебя во мне устраивает? Вы знаете, дорогие друзья, этот вопрос по своей ценности превышает всю нашу болтовню, о которой мы разговариваем всю жизнь. Для наших отношений это самый важный вопрос. Ответ на этот вопрос хочет знать абсолютно каждый человек умный, конечно же. И мужчины, и женщины. Все хотят это знать точно. Просто никто не спрашивает, видать, боятся спасить это. Так вот, послушайте. Первое, надо задать этот вопрос. Второй шаг. Понимаете, когда Христос в послании семи церквам, читаем, мы сейчас проходим на разборах, Вы помните, с чего начинаются эти послания? Когда он к церквам говорит, что он им говорит? Ангелу, да, скажи, и что скажи? Он начинает с чего? С похвалы. Знаю твои дела, и труд, и скорби, что ты не можешь переносить развратных, и прочее, прочее. И он правду говорит. Он хвалит их. С этого нужно всегда отвечать, нужно начинать на эти вопросы. Если муж спросил, дорогая, все ли тебя во мне устраивает, нужно внимательно вспомнить, что же вас устраивает в вашем муже. Потому что иногда мы только негатив говорим, как будто бы хорошего ничего нет. Начните говорить хорошее, причем правду. Врать не надо. Дорогой, ты у меня хорошо зарабатываешь, ты так хорошо готовишь, ты такой внимательный, ты и с детьми так, и вот на машине ты умеешь, и то, и так, и так. Все расскажите, что вы подметили. В этом ключик уже есть свой. Я помню одну семью, которые пришли ко мне, говорят, мы пришли разводиться. Я говорю, файн, давай поговорим. Но прежде чем мы начнем говорить о разводе, я говорю, я вас хочу попросить, вы прожили вместе, по-моему, лет 15, расскажите мне, или лучше всего друг другу, все хорошее, что вы помните за эти годы. Знаете, это было чудо. Они начали сначала по одному рассказывать, потом на перебой друг другу, вспоминать все хорошие моменты, в конце концов они соскочили, обнялись, расплакались, «Алекс, мы пошли домой». Я говорю, так зачем вы приходили? Это не важно. Понимаете? В этом уже есть ключик. Начинайте так. Сказали все хорошее, а теперь, если вдруг что-то есть, иногда бывает нету ничего. Скажите, ты знаешь, нет ничего такого замечания, что все устраивает стопроцентно, но если что-то есть, это может быть самая какая-то мелочь, даже мелочь. Может быть, вот если бы ты там зубы чистил перед сном, или носки стирал раз в 3 года хотя бы, ну что-нибудь, я не знаю, это какая-нибудь мелочь быть, но чаще всего там скрываются вещи, которые женщина в сердце своем носит годами и стесняется, и боится сказать мужу. И иногда женщины на этот вопрос врут. Врут. Потому что, если я ему сейчас скажу всю правду, он меня бросит, или найдет себе другую, или будет надхапивать мир, или еще что-нибудь, риск появился. Уж лучше буду врать до конца. Дорогие мои, это тоже самая бомба, которую завели. И вы просто ждете, когда же она рванет. Этого делать не надо, она рванет 100%. Нужно сказать абсолютную правду. Вещи, которые часто я слышу у людей, которые это практикуют, и нередко, особенно в молодых семьях, на удивление, она ему говорит, знаешь, дорогой, все хорошо, но, знаешь, как женщина, ты мне не удовлетворяешь. Мне об этом немало братьев сказали. Он в шоке. Он думал, что всю жизнь так здорово было. Он такой любовник опытный, так все хорошо. И жена такая happy, оказывается, ничего подобного. Она его просто обманывала, не хотела семью терять. А на самом деле ничего не получается. И я обычно говорю, ребятки, вы очень счастливые люди, что вам об этом сказали. Потому что если бы вам сегодня не сказали, завтра вас бы на весь город уже прославили. Будет бомба. Вот. Если вдруг мы услышали что-то подобное или из этой оперы, что-то не устраивает вас, грубость ваша или что-то еще, есть опасность мужчине сорваться в этот момент. А, тебя не устраивает. И один так и сказал, ну иди поищи себе другого. Все, семьи больше нет. Все. Но мудрый человек, он скажет, дорогая моя, как я тебе благодарен, что ты мне об этом сказала. Потому что если бы ты мне не сказала, то ты бы меня вот так вот за нос бы водила еще много лет, пока меня не кинула где-нибудь. Теперь надо об этом вместе молиться и начинать работать. Теперь поменялись ролями. А насправь, дорогой, ну а тебя, все ли вам не устраивает? Или что-то есть неприятное, противное, унизительное, whatever. То же самое, дорогая, ты мне нравишься и то, и то, и то. Перечислите все, что только вы заметили. И потом, если вдруг что-то есть, надо сказать с любовью, сказать, ну вот если вот это вот бы немножечко там вот там, ну прическу поменять там, я не знаю, что это может быть, вот было бы здорово. То же самое, сестраичка может обидеться, сказать, а, все тебе не так, ну иди там другую себе найди. Это будет неправильный ответ. Правильный ответ сказать, дорогой, спасибо, что ты мне об этом сказал. Если именно так вы друг другу ответите, через несколько лет у вас этот разговор опять состоится. Суть этого candle dinner заключается в том, что у вас проблем в будущем не будет. Вы будете решать проблемы своевременно и проблемы ваши разрешать, а не слаживать их в мешок нагружать. И таким образом вы будете жить всегда хорошо. Если же муж и жена живут и между ними есть секреты, скрытые вещи, не высказанные друг другу, то это не любовь, это не семья, это сиденье на пороховой бочке. И потом скажете, да, пустил я одного, опущай, полетает, да. И летают. И братики летают, и сестрички летают. Простой совет, друзья. А теперь самое главное. Примите его как домашнее задание. И этот candle dinner проведите у себя дома. Хотите прям сегодня ночью, хотите, подготовьтесь к нему немножко. Если кто-то сейчас улыбается, думаю, ха-ха-ха-ха, это все им касается, меня нет. Поверьте мне, дорогие, это не первый раз я об этом говорю. Я никогда не забуду в одном месте. В Германии мы тоже проводили семинар, там долго. Я тоже дал задание это. И некоторые, ну сестры как-то с пониманием относятся. Видать, у них там наболевшего много. А вот братья с ухмылкой такой ехидные. Приехал Америкос тут какой-то нам рассказывать сказки. Да у меня все здорово. Один даже с обидой. Что ты тут нам это, как детский сад нам рассказывал. У меня семья, у меня отца классно все, да-да-да-да. Я говорю, хорошо, братик. Домашнее задание получил. Вперед. Завтра встречаемся. И мы на следующий вечер, я там был неделю, встречаемся. Сели за столы и все. Я смотрю, вот эти два брата, которые там больше всех там бились. Я говорю, смотри, вот так сидят. Знаете, что это обозначает, когда братья вот так сидят, да? Это то, что они побеседовали и наконец-то сказали правду. Я потом спрашиваю, ну братик по очереди, ну как у тебя дела? А я и не знал. А я думал, что у меня все нормально. Потому что когда он дома свою жену спросил, она ему говорит, и ты еще спрашиваешь, а ты сам не видишь? А ты сам слепой? Сколько лет ты меня уже намучил? Посмотри, что она за жизнь. И пошла ему выливать вот. Он обомлил весь. А он думал, что у него просто супер все. Так что, дорогие мои, сегодня спокойной вам ночи. Но эта ночь будет исцеление, поверьте мне. Когда мы в духе подходим к этому, это исцеление. Вы будете благодарить потом Господа, что вам на такую простую мысль вас натолкнули. Вы думаете, что это не сработает? Сработает. Попробуйте. Ну и нам нужно заканчивать. Последнее в нескольких словах. Вот этот дом готовый? Можно уже жить? Стены крепкие, 3 метра толщиной. Фундамент 10 метров в глубину. Можно жить тут? Чего? А вот так можно, да? А вот течет. Крыша у некоторых течет, я знаю. Вот так вот. Вот так хорошо, да? Крыша в каждом доме – это дети, дорогие мои. Дом, в котором нет детей, практически дом без крыши, который не держит почти ничего. Даже и стены хорошие, и фундамент неплохой. Но там не уютно. Я знаю семьи, у которых нет детей, потому что по болезни. Бедные люди. Переживали многие годы, пока там усыновили, взяли кого-то. Мне жалко таких людей. Нужно жалеть их, помогать как-то. Но Бог дает детей. Наследие от Господа – дети. Длинная тоже тема, нет времени сегодня говорить. Несколько вопросов, которые мы должны себе ответить. Первое – в семье у нас должны быть дети. Всем понятно, да? Вопрос номер два – сколько? Этот вопрос, который становится у всех в семье. Сколько иметь детей? Я сегодня внимательно Вас слушал. Смотрю, некоторые прожили там семь лет – пять детей. Другие прожили семнадцать лет – два. Одно. Кто-то двадцать пять лет прожил – двое детей. Кто-то там пять лет, а уже пять детей родил. What's the difference? Почему такой дисбаланс? В чем разница? Что играет? Какую роль играет? Что? Почему так? Знаете, я этот вопрос задаю всем молодоженам. Вот когда они идут ко мне на беседу, родители, особенно пожилые, учат своих детей. Когда будете с пресс-фитером беседовать, он Вас просит за детей – скажите, сколько Бог даст? Гениальный ответ пожилых людей. Я знаю. Я сам так когда-то говорил. Сколько Бог даст? Я люблю этот вопрос, честно говоря. Я его просто жду. Когда мне так говорят, я говорю – файн. Вы хотите дожить до золотой свадьбы? Конечно! Это значит, что Вы проживете пятьдесят лет вместе. Да! Это значит, что если Вы здоровые, молодые, хорошие люди, Вам Бог даст в год минимум по одному ребенку? What? Yes! А может даже и по два некоторым дает в год? Ну, нет, брат, ну подождите. Не, ну Вы сказали, сколько Бог даст. Так я знаю, многие бы сегодня сказали. Ну, тогда нет. Ну, ладно. Американская такая уценка – 50% off. Сразу. 25 детей. Аллилуйя! А-а-а! Нет! 25 невозможно! Ну, окей. Ну, давай еще половину. Ну, десять. Еще половину – 50%. Да нет, и десять. Сегодня это трудно как-то. Значит, не всех. Значит, не всех будем рожать, да? Ну, выходит, да. Ну, тогда вытекает еще один вопрос очень важный. А остальных куда девать-то? Понимаете, да? Вопрос серьезный. Писано, а пойдут ли двое, не сговорившись? Его желательно бы рассуждать не когда прожили уже десять лет вместе, а когда только познакомились, уже об этом стоит поговорить. Потому что в браке потом начинаются конфликты. Люди по-разному научены, по-разному подходят, видят и понимают эти вопросы. Это серьезно. Сегодня мода вступив в брак – детей сразу вообще не рожать. И даже, как ни странно, некоторые опытные родители говорят – детки, не спешите, погуляйте, получите образование, купите дом, выплатите его. А потом, да? А это же есть, друзья мои. Я же не придумал этого. А потом проходит время, приходит эта сестричка ко мне и говорит – брат Александр, вы знаете, вот муж мне сказал, что если я ему не рожу ребеночка, то он меня бросит. Потому что он один, в Америке родных никого нету, а у нас уже столько лет нет детей. Я вот принимала там таблеточки такие, и вот теперь надо. Ну что ж, сестра, рожайте, конечно, уже давно надо родить. Перестала пить таблеточки. Время проходит – детей нету. Прибегает опять – брат Александр, ну идите к доктору проверить. Проверить, доктор, слушайте, так как вы употребляли эти таблеточки долго, то они разрушили вашу родовую деятельность всю. И вы не можете больше забеременеть, у вас детей уже не будет. Она приходит, ему рассказывает – так и так, дорогой, извини, ну это твое дело. Я уйду от тебя, найду себе другую молодую женщину, которая мне родит детей. И на этом истории конец. Она приходит в истерике. Что делать, брат Александр, я останусь одна, кому я нужна. А он себя найдет, он молодой человек еще. В данном случае Бог сделал чудо. Мы над ней молились. Бог сделал чудо, она родила ребеночка, живут вместе. Но чудо не каждый раз случается. Слово Божие говорит так. В первом послании корейства апостол Павел так сказал. Кто разрушит сей храм, того покарает Бог. Это членовредительства. Сегодня очень много есть таких методов предохранения, которые разрушают женский организм. Или же делают мини-аборты. Вопрос аборта, я думаю, для нас ясен. Это убийство 100%. Мини-аборт это тоже самое. Есть столько методов, которые убивают, разрушают, калечат и здоровье, и жизни людские. И однако люди на это идут. Идут на это и наши верующие некоторые. Тайком, тихонько, никто не узнает. А то, когда дело вылазит, начинаются большие проблемы. Вопрос серьезный, братья и сестры. Деторождение сегодня упало в наших христианских семьях. Я не говорю, что нужно рожать 50 детей. Была бы тема, когда мы поговорили. Там вот есть места в Библии, которые об этом говорят. Но, однако же, вопрос рождения детей нужно решать в семье честно, пред Господом, по совести. Так, чтобы не было греха. Если мы сомнимаемся в чем-то. Сюда, кстати, это параллельный вопрос вопросов извращений. Люди, которые начинают жить с маловой жизнью, некоторые вещи для них непонятны, сомнительные. Кто-то подсоветовал, где-то посмотрели, начинают практиковать самые разные вещи сегодня. И вот потом приходится эти последствия расхлебывать, говорить с людьми. Я вам скажу, есть простая вещь. Все то, что ведет к смерти зародыша или мамы самой, или ведет к разрушению организма, является грехом. Любой метод. Сюда же параллельный вопрос извращения. Все то, что, по идее, не ведет к зачатию, является извращением. Это золотое правило подходит на все эти выкрутации, которыми дьявол сегодня разнообразил. Если то, что вы начали делать, не предусматривает своей идеи зачатия, этого делать не нужно. Если вам совесть что-то подсказала, сомнение какое-то, сразу же прекратите это делать. Пойдите, посоветуйтесь с доктором, посоветуйтесь с пастором, чтобы вам не впадать в грех. Потому что за грех приходится потом рассчитываться в себе, и самое страшное, дорогие, послушайте, в детях наших. И есть еще вещи, которых рассчитываемся мы во внуках наших. Если при всем этом, еще сюда припутаются элементы оккультизма. Я сегодня с вашим пастором говорил, я не буду подробно об этом говорить, но если вдруг кому-то где-то придется столкнуться. Сегодня такие вещи появились, о которых нам раньше в жутких снах не снилось. На сайтах есть сегодня такие программочки, такие сайты, такие организации, которые буквально научают молодых людей вступать в контакты с бесами. И не только в контакты погадать, в гороскопчики, а непосредственно в сексуальный контакт с бесами. Может быть для кого-то из вас шок, для меня тоже было шок, когда столкнулся с этими людьми, я не мог поверить, что это реальность. Я думал, это сказки какие-то. Я знаю, что были случаи в Сибири, там вот женщина с бесом встречалась, но это совсем другое. Сегодня это компьютер, в каждой комнате стоит компьютер, залез в нужный сайт, вам всю информацию, все инструкции. Я знал людей, которые это делали. Эти люди или сходят с ума, или доходят до богохульства. Я свидетель, кстати, этому. Страшные, жуткие вещи. Сходят с ума полностью, люди даже умирают. Страшные вещи. Так, поэтому нужно нам самим бодрствовать. И особенно за детьми, друзья, смотрите. Я буквально на днях читаю высказания одного проповедника американского. Он простую вещь говорит, если вы хотите погубить своего ребенка, купите ему телевизор. Я думаю, ах, как это устарело. Компьютер дайте ему, селфон дайте ему, там сегодня есть все. В смартфоне есть доступ куда уходно. Поэтому в наших руках, дорогие мои, сегодня многое, хотя многое проконтролировать трудно. За детей. Не буду дальше распространяться, нет времени. Нарожали детей 5, 10, у кого сколько. Кто ответственный за детей в семье, за их воспитание, друзья? Вопрос очень перекособоченный в наших семьях. Основная масса семей, которые задал этот простой вопрос, показали на маму. Wrong. Wrong answer. Папа священник в доме. Папа присвитер в доме. Папа глава семьи. Папа ответственный за воспитание детей. Папа ответственный за духовное воспитание семьи. Когда мы предстанем, братики, перед Богом, Бог спросит нас. Я тебе дал жизнь. Кстати, это первый вопрос, который задает Бог каждому приходящему от земли. Я тебе дал жизнь, что ты с ней сделал. Второй вопрос. Я тебе дал жену, где она? Я тебе дал детей, где они? Мы ответим. Жена помощница, да? Но инициатор папа. Даже если я на две недели на тракте уезжаю, я жене дал задание. Пока приеду детей выучить молитву отче наш, то-то, 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 детскую Библию и прочие на коленках молиться. Это папа. Я бы еще много мог сказать, но буду закругляться. Немножко, может, в следующий раз нам раньше надо начинать, если хотим покрыть много вопросов. Вот такая, дорогая моя, ситуация. Семья сегодня под угрозой. Атак на семью сегодня очень много. Сохранить христианскую духовную семью становится очень тяжело. Но это возможно. Завтра мы об этом с вами будем говорить, как из этой пустыни греховной земной можно выйти победителями. Об этом у нас будет завтра, думаю, служение. Сейчас, если есть несколько вопросиков, каких-то небольших, мы могли бы покрыть. Наверное, мы потом уже помолимся. Хорошо. Значит, первый вопрос был такой по поводу того, что вы чуть раньше говорили. Значит, спрашиваю такой вопрос на небе. Ну, понятно, что об этом мало мы знаем, но согласно тому, что на небе мы будем каким-то образом иметь чувство к своей жене в том плане, что это человек, с которым я прожил всю жизнь на земле. Сто процентов. Сто процентов. При переходе из физической оболочки в духовную не меняется абсолютно ничего, за исключением того, что то, что вы сегодня ощущаете, помните, знаете, все эти чувства будут в более совершенной форме. Как усилитель. Вот он микрофон проговорил. Вот так в вечности. То, что вы тут говорили без микрофона, там будет всего микрофон. Любовь ваша, все чувства, память, богачь, знал о своих братьях там в аду прекрасно и чем они занимаются и что им надо. Окей? Поэтому, если вы думаете, что я умер и для меня все исчезло, больше никого не существует. Прошло у моего ни памяти, ничего. Наоборот, обостряется во много раз. Я имею множество свидетельств, людей, которые там побывали и лично мне рассказывали об этом. Это моя одна из тем, которые я люблю исследовать. Хорошо. Следующий вопрос. Спасибо. Спрашивают. Может, какой-то, хотя бы один практический шаг к тому, что делать в ситуации, когда у меня с женой, пишет христианин, муж и жена, я не знаю, кто написал, но вопрос. Если нет согласия в каком-то жизненном вопросе. Вот не могут договориться, что один из первых шагов на пути, что можно сделать. Окей. Значит, при конфликтных ситуациях, друзья, первое неправильное действие, это когда молодые люди или пожилые даже закрывают рот и перестают об этом говорить. Они говорят, давай лучше об этом не будем. Слышали когда-нибудь такое, да? Это вы закрыли на задвижку дверь. Вы этой проблемы не решите никогда. Наоборот, надо дверь отраспахнуть и начать откровенно говорить, объяснить мотивы, почему вы об этом говорите. И друг друга услышать. Если не получается, очевидно, нужен посредник. Посредником можно пригласить того, кто имеет опыт в жизни, кто хорошо живет сам и может вас научить. Может быть пастор, может быть доктор, в зависимости от вопроса. Для этого люди прибегают к помощи. Очень просто. Еще есть вопрос? Да, еще один. Второй вопрос был подобный этому замужа-жену, но вы уже сказали. И такой вопрос. Поскольку у вас много деток и вы всегда в служении, как у вас получается уделить каждому из них время? Сложно. Сложно. Откровенно скажу. Знаете, о служителях это другая категория. В книге «Песни и песни» мы тоже читаем о Суламите. Там написано так. «Своего собственного виноградника она что? Не стерела». Люди многие не понимают смысла этих слов вообще. Мне Господь этот смысл открыл. Я эти слова читаю с воплем и со слезами. Потому что я этот путь прошел. Когда тебе надо работать фулл-тайм на работе, когда у тебя 9 детей, больная жена, и ты с нуля организовываешь церковь эмигрантскую. Надо всех устроить в жизни, надо все служения наладить. 24-7 is not enough. Это весьма сложно. Но я одну вещь, друзья, увидел. Когда мы, послушайте внимательно, когда мы заняты Божьим делом, Божьим делом, подчеркну, тогда Бог за нас компенсирует наши недостатки. Когда я на Божьем жертвеннике, в это время Бог делает чудеса там, где ты не мог успеть. Когда же в это время папа вместо детей в казино сидит или там за компьютером и еще где-то, вот тут сатана похитит. А когда вы в деле Божьем, Бог каким-то неведомым способом компенсирует это. Хотя это не дает права на опустить руки и забыть за семью. Я лично всегда старался, какой бы усталый не пришел домой, как поздно уделить внимание с детьми, сесть побеседовать с ребятами, объяснить им все вопросы там, включая и семейные вопросы и все. Ну и тем не менее, конечно, все равно не успеешь. Потому что, помните, читаем мы притчу Осетеля, который посеял добрые плоды, пока он спал, враг пришел там, наделал своих делов. Ведь мы же тоже иногда спим. Я имею в виду не духовно, а даже физически устаем, отдыхаем. В это время дети где-то там поехали, куда-то пошли, кто-то там подсеял. А потом люди вас упрыкают, а такой ты был отец, а так ты воспитывал. Сложно в этом мире. Но, однако, надо все равно утерять внимание детям. И если Бог видит вашу искренность, что вы очень были заняты, то Он это компенсирует. Все, пожалуйста, если можно, что вы помолились вместе с нами за тем, и потом мы продолжим, что у нас еще будет. Ну что, друзья, давайте вместе помолимся. Давай, пожалуйста. Давай. Да. Ничего сложного нет. Он сказал, что там, разве вы не знаете, что там не женятся и замуж не выходят. Новых отношений не заводят, как вы заметили, да? И половых связей не будет, там прямо об этом говорит. Но Он не сказал, что любовь пропадет. Он сказал, что любовь сохранится навсегда. И вы будете знать, что это была ваша жена, это была ваша теща, это был ваш сын. В произведенной жизни у вас останутся те же чувствования к ним, хорошие отношения, добрые. Просто вот этих половых отношений, конечно, не будет. И новых связей заводиться семейных не будет. В отношении того, что вы говорите, какая радость знать все. На этот вопрос, я думаю, не сможет ответить никто, кроме того, кто там побывал. Я думаю, что там будут какие-то условия созданы у Господа, что нам это не будет доставлять такого мучения. Или же мы не будем знать об этом, я не знаю этого. Или будет у нас свой взгляд, или же мы будем знать о том, что все равно и Господь спасет. Так как мы о них молимся. Я не могу на это точно ответить, потому что никто этого не знает. А в отношении… Какой еще один вопрос там был? Ну да, ну как можно сказать, там не будет отношений таких вот. Поэтому нет разницы. Замужей и женой немножко тема широкая. Кто кем является, кому. Но это не сегодня. Можно бы поговорить. Я знаю, что в церквах есть спорный вопрос. Вообще на это, если там была замужем, является ли тот мужем или нет. Одной жены муж. Эта тема такая спорная немножко. Хотя, слой Божий, она тоже освящена. И есть ответы на эти вопросы. Ну, я не стану сейчас… Это длинная тема. Хорошо. Молимся, да? Давайте помолим. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что сегодня Ты дал нам эту возможность вместе собраться, порадоваться общению, с семьями побыть. Также, Господь, темы, которые сегодня Ты нам помнил, очень простые, известные нам. Вот особенно духовное основание семьи, Господь. Как сегодня враг старается его разрушить. И самое обидное, что мы знаем это, Господи. И знаем об ответственности, и надобности, и необходимости. И читать слово, изучать, и молиться постоянно, и поститься, и служить Тебе. Мы все это знаем, Господь. Но как часто-то суета обманывает верующих. Так что мы ценности меняем, Господи. Я прошу Тебя, дай, чтобы слово это сегодня коснулось у многих из нас, чтобы нам начать жить на самом деле, в реальности так, как мы знаем это, как Ты нам напомнил. Также о наших взаимоотношениях Ты нам напомнил, о важности их, Господи. И также советовать эти добрые, помоги нам их принять. Мы также рассуждаем о вечности, как будет там, Господи. Много для нас непонятного, Господи. Но я также знаю, что Ты сегодня, находясь в вечности, Ты видишь и знаешь путь церкви, жизнь каждого христианина. И далеко не все из нас приносят Тебе радость, Господи. И я знаю, что даже находясь на небесах, Ты у многих из нас сегодня печалишься, глядя на наше отступление. Как дешево христиане продают Тебя сегодня, променивают на всякую мишуру эту мирскую. И Ты это видишь и знаешь, Господи. Так жалко видеть, Господи, охладевающее христианство. Я прошу Тебя, пошли пробуждения среди верующих. И также эту поместную церковь благослови, Господи, чтобы эти общения не прошли зря. Чтобы они изменили чью-то жизнь к лучшему. И также предстоящее завтра служение Ты обильно благослови Духом Святым. Говори к нам, а нам помоги быть очень внимательными к слышанному. Благодарность и слава Тебе за этот вечер. Мы прославляем Твое имя, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. На минутку присядьте. На одну минуточку, пожалуйста. Вы же понимаете, что у нас встречи не так частые. Мы спешим. Завтра будете всем рассказывать. А другие скажут, о, что бы мы не пошли. Поэтому спасибо. Мы хотим поблагодарить Александра Станиславовича за то, что вы сегодня были вместе с нами. Конечно, мы приносим извинения, что не было возможности больше как бы раскрыть. Но, я думаю, то, что мы слышали сегодня из Слова Божия, из опыта. И если мы свой опыт добавим к этому, это как раз нам поможет. У нас еще будет последняя заключительная молитва. Не спешите. И вы скажите несколько слов пока. Да, друзья. Я с собой много не мог взять в дорогу. У меня несколько дисков с собой. Буквально немного у меня есть. Во-первых, весьма ценный диск называется, что Бог сочетал, христианская семья. В этом диске изложено все учение наше баптистское о том, каким образом создавать семью. Как знакомиться, как свататься, как проводить свадьбу, как после свадьбы, как подготовка. Подробно, детально все, как правильно учить своих детей созданию семьи. Также диск «Песни песней», который мы сделали с историей, совсем хорошо начитанный. Также книга «Есфирь». Тоже здесь интересные темы. И также у меня есть несколько коробочек. Здесь 8 дисков. Здесь записаны мои свидетельства, рассказы из жизни. Всякие необычные истории, там где Бог чудеса проявлял, такие вещи. Так что, если кто-то интересуется, там на ростолик будет, можно будет их приобрести. Сейчас мы, Сережа Алябьев сейчас пронесет туда и будете выходить, друзья, и вы сможете заодно посмотреть. Значит, это пожертвование просто на дело идет Божье. Кто сколько пожертвует. Ну, из расчета хотя бы долларов 5 за диск будет нормально. Здесь у нас 8 дисков, так что посчитайте, кто сможет. По 5 долларов за диск, правильно? Да. Хорошо, друзья. Еще раз вам сердечную благодарность. Константин Леонидович призовет нас к общей молитве. Мы помолимся. Он скажет несколько слов. Мы помолимся о том, поблагодарим за все, что у нас было. Он скажет, пожалуйста. Братья и сестры, я думаю, что от всех нас я скажу сердечно благодарим брата Александра Станиславовича. Очень насущные вопросы. На мой взгляд, очень полезные. С большим количеством примеров. Слава Господу. Слава Господу. У меня одно переживание. Вы знаете, сегодня в нашей церкви есть вот семьи, где Господь не дает деток. Я знаю некоторые семьи, где в итоге до старости люди прожили и не дал Господь им деток. Неужели это дом без крыши, Александр Станиславович? Трудный вопрос. Знаете, вот читая Священное Писание, мы видим очень благословенные семьи. Кстати, у многих великих людей долго не было детей. Обратите внимание. У многих великих людей долго не было детей. Дети – очень важный фактор семейной жизни. Но не основополагающий. Братья и сестры, не основополагающий. Я бы мог приводить примеры из Священного Писания. Приведу практический пример из моей личной жизни. В нашем братстве была одна семья. Они дожили, сейчас им уже по 75 примерно, и не дал Господь детей им. Но вы знаете, они настолько посвятили себя на служение Господу. Вот эти люди, не имея своих физических детей, они стали огромным благословением для многих других людей. И я хочу сказать вот несколько слов буквально здесь у нас, по-моему, две семьи сейчас. Те, которые уже прожили в браке, ну, казалось бы, время достаточное, чтобы родить деток, но Господь не дает. Я хочу сказать вам слово ободрение. Бог знает. Не унывайте, пожалуйста. Мы вас любим. И, ну, скажу за себя, я стараюсь молиться о вас. Думаю, что и другие обращают на это внимание и молятся. И будут детки, слава Богу. Не будет деток, тоже слава Богу. Бог знает лучше. Другой вопрос. Если люди действительно нагрешили, если люди там делали непонятно что, переболели какими-то страшными болезнями, ну, уже вот надо принимать как есть. Но в то же самое время, еще раз скажу, брак может быть очень благословенным, счастливым и без деток, чтобы не унывал никто. Итак, встанем для молитвы. Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты велик в Твоей милости и любви. Мы очень благодарны Тебе за эти прекрасные наставления, которые имели сегодня в этот вечер. Мы очень благодарны Тебе, Господи, что Ты создал семьи. И я благодарю Тебя, что большинство семей христианских – это счастливые семьи, несмотря на какие-то трудности, переживания. Господи, очень прошу, благослови семьи нашей поместной церкви, благослови детей в семьях, в церквах. И я очень прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы мы, живя семейной жизнью, действительно были вот этим городом, стоящим наверху горы, который все видят, и через жизнь которого прославляется имя Твое Святое. Господи, я прошу Тебя за нашего брата Александра Станиславовича, благодарность, что он приехал к нам, и я очень прошу, воздай ему за тот труд, который он совершает. Я от сердца молю Тебя за семьи в нашей тоже поместной церкви, вот у которых еще нет деток. Если Тебе угодно, Ты знаешь их имена, Господи, выйди навстречу и даруй в такие семьи деток. Сейчас распусти нас Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok